Жителям Верхней Волжи напомнили правила выгула собак. После того, как весной сошел снег, во дворах и на территории зеленых зон остались накопившиеся за зиму залежи собачьих экскрементов. Жильцы многоэтажек винят во всем собачников, которые выгуливают своих питомцев вопреки моральным и региональным правилам. В одном из городов Тверской области местная администрация взялась за активную борьбу с нерадивыми хозяевами. Главное орудие – это рубль. О непростых делах собачьих в нашем репортаже. Жительница Заволжского района Мила приучила своего любимого домашнего питомца делать свои собачьи дела дома. Хорошая альтернатива уличному выгулу, уверена хозяйка, безопасна и чиста. Поэтому она просто дышит свежим воздухом. Она приходит домой и все дела на пеленочку делает, потому что по-другому не умеет. Терпит. Поэтому надо брать с собой специальные пакетики и убирать, конечно, за собаками. Дети же тоже гуляют. Они же не виноваты, что кто-то любит собак больше, чем детей. Однако, если собака более крупных пород, лотки и пеленки отменяются. Без прогулок не обойтись. Куда обычно ведет собаковод своего четвероногого спутника? Туда, где есть зеленая зона, двор или парк. И чем ближе к дому, тем лучше. Так и делаются все собачьи дела. И площадка превращается в буквальном смысле в минное поле. Жители Твери в массе своей, как показал опрос, очень положительно относятся к животным. Но к их хозяевам у них явно имеются претензии. Выгуливать можно, но просто нужно ходить и убирать за ними пакетик, совочек. И, соответственно, убрать всю эту грязь. Для того, чтобы ничего не оставалось в общественных местах. А так, ради бог, пусть гуляет. Приятно посмотреть. Не, ну еще вноморничка должна быть, поскольку бывают злые собаки, которые могут порвать там еще чего-то. Если бы убирали, может быть, нормально было бы. А так ходишь, потом ноги, обувь не отмоешь. У хозяев нет культуры уборки за своими собаками. То есть, ну и в конце концов, должны быть какие-то свои площадки для выгула собак. Как тут и дети играют, и люди ходят. И какая-то, со стороны, чистота какая-то. Во-вторых, это антисанитария полная. А вы когда-нибудь сталкивались с такими собачниками? Может, замечание делали? Сталкивался. Нарвался на хамство. Иссерия, что вы за собой следите и так далее. А тут самое интересное. Без наличия у хозяина целлофанного пакета собака просто так справлять нужду не сядет. Собаковод обязан убирать за своим питомцем экскременты не только по совести, но и по закону. Администрация города Кимра взялась по-серьезному бороться с нечистоплотными владельцами собак и затеяла рейды. Пойманных собачников будут наказываться, славшись на статью 33, часть 7 закона Тверской области. Нарушитель заплатит за фекалии, оставленный четвероногим другом от 500 до 1000 рублей. Впрочем, есть и более действенные методы борьбы с собачьими экскрементами. Во-первых, это организация специальных площадок, которых в городе нет. А второе, менять сознание самих людей. Конечно, вести просветительскую работу с людьми, чтобы это было камильфо, убирать за своим питомцем. Вот я вам скажу так, что у меня у самого есть собака, я гуляю в некой группе, куда приходят любители животных. И у нас у всех, все мы ходим обязательно по два, по три пакетика всегда с собой на прогулку. Берем, чтобы убирать за животными. Когда кто-то приходит к нам новый в группу со своей собакой, и он видит, что мы всякий раз, когда животное оправляется, берем и убираем за ним, то на вторую прогулку, на третью он точно всегда приходит тоже с пакетиком. В любом случае, закон четко регламентирует собачьи прогулки. Напомним жителям Твери несколько правил выгула собак. Во-первых, нельзя гулять четвероногим вдоль фасада многоквартирного дома, да и в принципе в непосредственной близости к многоэтажке. Под строгим запретом детской спортивной площадки, ко всему прочему, даже маленькие собаки должны гулять строго в наморднике или на поводке.